Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте представиться. Я автор ОМК happyenglish.ru Кауфман Клара Исаковна. Сегодня мы с вами поговорим несколько слов, я скажу, в общем о нашей линии, а остановлюсь более конкретно на обучении чтению, технике чтения во втором классе и обучении лексики. Думаю, что наши семинары приобретут постоянный характер, и я буду выступать с серией лекций по отдельным частям ОМК и по отдельным разделам ОМК, по отдельным видам речевой деятельности. Я готова ответить и уже сегодня на любые ваши вопросы. Пожалуйста, печатайте вопросы, и в конце лекции я с удовольствием на них отвечу. Итак, вы видите перед собой сейчас первый слайд, это наши, все наши учебники перед вами, обложки наших учебников со 2 по 11 класс. Все учебники курса имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации» и включены в федеральный перечень на 2012-2013 учебный год. Прежде чем останавливаться на отдельных аспектах обучения, я бы хотела немножко поговорить об общих методических принципах, на которых построен наш курс. Итак, первое – это сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка. Дело в том, что мы с вами имеем такую данность, что мы не находимся в среде изучаемого языка. Поэтому применительно к той ситуации, в которой мы с вами находимся, наш курс основан на том, что все, что дети читают, все, что они слышат, все, что они пишут, они делают сознательно, они понимают, что они делают. Нет никакой бессознательной имитации. Следующий наш принцип – это опора на родной язык. Опять же, дело в том, что по сравнению с западными учебниками, по нашему мнению, наш учебник в России имеет ряд преимуществ. И одно из первых – это то, что наши учебники писались специально для российского учителя, для российского ученика, рассчитаны на менталитет российского ученика и на восприятие им иностранного языка. Дело в том, что в составе нашего курса работают я, вот Кауфман, Клара Исаакна, два автора у нас. Я учитель с 23-летним стажем работы в школе, и все ваши проблемы известны мне не понаслышке. И практикую, я практикующий учитель и до сих пор. И моим соавтором является Кауфман Марьяна Юрьевна. Мы, выпускники Московского государственного педагогического института имени Ленина, она университета имени Ленина, университета, теперь называется Московский государственный педагогический университет, заканчивала аспирантуру и имеет степень магистра социолингвистики, очно закончив Эссекский университет. Те, кто знают наши учебники, наверное, могут это все почувствовать. То есть в составе нашего УМК работает как и представитель российских учителей, так и представитель всего того нового и передового методики, что есть вообще в мировой практике. Следующая особенность наших учебников – это то, что… Вот я тут пишу, что… пишут, что 27 человек. Отлично, я вас поздравляю. Следующая особенность наших учебников заключается в том, что в них создано условие для автономного обучения. Что это такое? Принцип, которым мы руководствуемся в написании учебников, всегда является следующим. Учитель не имеет права на монополию информации. Что это такое? Вот ты не был на уроке, прослушал, два тебе, да? А наш принцип заключается в том, что все то, что ученику положено узнать на уроке, в доступной для данного возраста манере, написано на родном языке ученика в учебнике. То есть созданы условия для того, чтобы не терять бойцов, как я люблю говорить. То есть если ученик заболел, пропустил по какой-то другой причине, он тугодум, он не успевает сразу на уроке усвоить все то, что хочет донести учитель, он дома может спокойно сесть, открыть учебник и многократно разобраться в материале, изучавшемся на уроке. Следующим принципом является посильность предъявляемого материала. Принцип этот, наверное, всем вам понятен, что нельзя сразу высоко поднимать планку, иначе наши ученики и разбегаться не будут. Поэтому все в наших учебниках очень логично построено, выверено многократно, опробировано, и любой материал дается в посильной и доступной форме. Далее, следующий принцип – это многократность повторения изучаемого материала в разных формах. И опять же, те, кто занимаются по нашим учебникам, могут это подтвердить, а те, кто не занимаются и начнут заниматься, убедятся в этом. Упражнения, игры, кроссворды, стихотворения, песни – все это способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Очень большое внимание мы уделяем воспитательному потенциалу, развитию личности учащихся посредством реализации образовательно-воспитательного потенциала, материала учебника. То есть, вы понимаете, наши учебники, в отличие от западных, рассчитаны, еще раз повторяю, не на весь мир, они рассчитаны на российского учителя, на российского ученика, на воспитание, не побоюсь этого слова, гражданина и патриота. Мы отдельный вебинар посвятим только этому. Чего стоит только одно стихотворение «Жираф» в учебнике 8 класса, стихотворение Гумилева. Только на этом стихотворении, а учебники существуют уже более 10 лет на рынке, мне пишут учителя, воспитывается гражданственность и патриотизм. Причем мы это делаем не в лоб, а из-под воль, позволяя всегда ученикам самим делать нужные выводы. Одной из основных особенностей наших учебников является сюжетное построение. И поверьте мне, это не голословное утверждение, даже вот сегодня вы сумеете убедиться в этом, что у нас действительно настоящий сюжет, который помогает нам и в ведении лектики, и в закреплении лектики, и даже в формировании навыков техники чтения. То есть сюжет, во-первых, действительно интересный, он способствует воспитанию мотивации к изучению языка. Учителя пишут, что многие ученики даже читают учебник, именно он становится настольной книгой учеников, потому что ученики читают его вперед, потому что им интересно, как будут развиваться события дальше. Это не надуманный сюжет, это прожитый нами сюжет, это сюжет, который мы вынашивали даже не один год. И когда он получился, это действительно стало, может быть, даже сюжетом для отдельной книги, я бы сказала. Очень велика социокультурная направленность учебного материала в наших учебниках. И вот о социокультурной направленности у меня сегодня не будет много времени говорить, но я хочу сказать, что формируем мы социокультурную осведомленность, а потом социокультурную компетенцию, проводя ребят через ощущения, потом формируя представления, а потом уже формируя прочные знания. Как мы это делаем? Я покажу на конкретных примерах. И последовательный переход от языка к речи. В наших учебниках учтены потребности учителя. Как мы это делаем? Создана программа курса. Я сейчас о программе немножечко отдельно поговорю. То есть в данный момент существует рабочая программа для вторых-четвертых классов ПАВГОС. Создана так называемая авторская программа для пятых-девятых классов под федеральный компонент. Но мы сейчас работаем над ВГОСом. И буквально через дней 10 на сайте EnglishTeach.ru будет выложена программа под федеральный компонент для десятых-одиннадцатых классов, а через месяц и под ВГОС. Далее, еще как учтены потребности учителя. Учебник построен в виде готового плана урока. Каждое предыдущее упражнение является опорой для выполнения последующего. Учителю не надо ничего выдумывать и придумывать дополнительно. Не надо искать дополнительные источники. Не надо даже готовить дидактический материал. Все это за вас продумали авторы учебников. Мы просим, и я буду многократно это повторять, просим сначала, особенно учителей, которые идут по учебникам первый год, второй год, выполнять все, что требуют авторы. А то мне тут одна учительница написала. Вы знаете, мы уже за два урока прошли весь алфавит. Я на первом уроке ввела 13 букв, и на втором, чтобы побыстрее. Не надо так делать. Следуйте логике изложения материала в учебнике. Как еще учтены потребности учителя? Обеспечена возможность постоянной обратной связи с авторами у mk happyenglish.ru с помощью EnglishTeaches.ru, вот этого сайта, на котором я нахожусь постоянно и реагирую мгновенно на любые вопросы и просьбы учителей. Книга для учителя содержит пояснительную записку, поурочное планирование с формулировкой задач каждого урока, а также тематическое планирование. На сайте выложены, EnglishTeaches.ru, выложены электронные версии книг для учителя, бесплатные интернет-ресурсы к курсу happyenglish.ru, выложена программа курса для второго-четвертого класса. Все это вы можете бесплатно скачать на данном сайте. И уже есть электронные, об электронных приложениях, о компьютерных программах. После моего выступления будет рассказывать вам Алексей Васильевич Конобеев. Учтены потребности ученика и родителей. Во всех учебниках курса на русском языке даны подробные и доступные объяснения нового материала. На русском же языке даны формулировки заданий. Мы с вами прекрасно знаем, что неуспех любого упражнения заложен в недостаточно ясной формулировке задания или упражнения. Все это продумано нами и сделано довольно тщательно. Также в конце каждого учебника имеется грамматический справочник на русском языке. В грамматическом справочнике дан материал, весь грамматический материал, проходимый на предыдущем году обучения. А грамматический материал, который проходится в данном учебном году, находится внутри самого учебника. Система упражнений обеспечивает повторяемость лексического и грамматического материала. Наличие англо-русского словаря в учебниках помогает снять лексические трудности. Создана возможность самоконтроля. Значит, что касается 5-го, 11-го класса, существуют пособия «Мистер Хелп идет на помощь», созданные авторами учебника в ответ на пиратские решебники. А для 2-го, 4-го, в ближайшем будущем появятся книги для родителей. Проблемный и познавательный характер тестов и заданий постоянно мотивирует учеников к дальнейшему изучению английского языка. Наличие заданий, предполагающих самостоятельный поиск информации, выбор его источников, оценку их достоверности, активизирует и формирует так называемые универсальные учебные действия. То есть мы как бы даже в предыдущих учебниках предвосхитили новый ВГОС, вот это формирование универсальных учебных действий, метапредметная деятельность, все это отражено в наших учебниках. Итак, учебник, сегодня мы подробно остановимся на учебнике для 2-го класса. Он состоит из учебника, который состоит из двух частей, книги для учителя, двух рабочих тетрадей, диск с аудиоприложением, все это в продаже. Далее, буквально через несколько дней будет уже выйдет из печати рабочая программа. Вот вы видите ее обложку. Многие учителя вот на сайте у нас спрашивают, а как писать рабочую программу, какова структура. Вот рабочая программа для 2-4 классов является образцом, по нашему мнению, для подражания, поскольку в ней отражены все требования, по нашему мнению, которые предъявляются к рабочим программам сегодняшнего и завтрашнего дня. Она выложена на сайте happyenglish.ru. Вот я даже написала вам, как найти. Вы выходите на сайт, дальше выходите на форум, далее учебник happyenglish.ru, материалы из книг для учителя, и далее вы выйдете на рабочую программу и сумеете ее скачать. Буквально несколько слов о ней. Значит, у нас есть очень интересный такой раздел, который называется, это распечатка из самой рабочей программы. Достижение планируемых результатов в ГОС в курсе счастливый английский.ru для начальной школы. В таблице показаны средства достижения планируемых результатов в ГОС, заложенные в УМК Happy English.ru для 2-4 классов. Вот вы видите, значит, в левой колонке планируемые результаты, а в правой колонке вы видите средства ОМК для их достижения. Вот мы, значит, выше, например, наличностные результаты. Но у нас также расписаны и предметные результаты, и метапредметные результаты. И в конце вот этой рабочей программы приведено тематическое планирование каждого урока. Вот как образец я вам тоже привожу. Значит, из чего состоит тематическое у нас планирование? Из номера урока, из предметного содержания речи, то есть тексты, проблемы, ситуации, грамматический материал конкретно, лексический материал конкретно, и характеристика учебной деятельности учащихся. То есть расписано буквально по минутам, что делают ученики, чем заняты ученики на уроке, и следственно, какие задачи ставили авторы на данном уроке. Вот исходя из характеристики учебной деятельности учащихся, вы можете, вы постоянно пишете об универсальных учебных действиях, вы можете здесь составить себе представление, какие универсальные учебные действия формируются на данном уроке. Вот тут уже пишут мне учителя. Спасибо вам за отзывы, я так немножко пробегаю глазами, но в конце я еще остановлюсь подробно. Итак, второй класс, первый урок, давайте конкретно посмотрим, как мы работаем с учебником второго класса. Вы, значит, всю мою презентацию будут сопровождать фотографии, вот это я, вы видите, фотографии с уроков. Дело в том, что в прошлом году была объявлена онлайн-апробация учебника для второго класса, happyenglish.ru. Нашлись учителя, которые имели мужество работать по учебнику, поскольку, я так понимаю, интересы учеников для них очень важны. Это действительно учителя с большой буквы. Они онлайн-апробировали учебник, то есть вели поурочные записи каждого урока и выкладывали их сразу на нашем сайте. Все, кто хочет ознакомиться с их дневниками, они были действительно интересными очень, вы сможете ознакомиться с этими записями, выйдя в раздел happyenglish.ru, конкурс учителей, конкурс онлайн-дневников для второго класса. В этом году эти же учителя ведут онлайн-дневники для третьего класса, то есть мы постоянно, так сказать, ведем мониторинг успешности наших или неуспешности наших учебников. И по замечаниям учителей и по нашим анализам мы уже выпустили второе издание учебника для второго класса, устранив все опечатки первого издания. Так вот, вы видите фотографии с уроков, как ребята работали на уроках. Итак, первая страница, второй класс, открывается рубрикой «Путешествие в королевство». Я позволю себе зачитать, поскольку далее я буду анализировать прочитанное. Началось все с того, что Аня вместе с папой и мамой полетела в Англию. В самолете Аня задумчиво ли стала учебник по английскому языку. Все-таки в Англии все говорят по-английски, но сама не заметила, как заснула, а разбудила ее мамин голос. «Просыпайся и добро пожаловать в королевство». «Какое еще королевство?» – сонно спросила Аня. «Мы же в Англию летели». Англия – это только часть страны, которая называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В его состав входят Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Сейчас мы подлетаем к ее столице – Лондону». Видите, вот номера – это летит самолет, и вот, так сказать, то, что видим мы с борта самолета. Причем я хочу сказать, что любая информация в любом учебнике нашем лично проверена и прожита авторами. Итак, подлетаем к Лондону, ему почти две тысячи лет. Внизу поблескивала река, на которой стоял невиданной красоты старинный дворец. А рядом с ним здание, похожее на огромные яйца и кубы из стекла. Вот тут закрыли этой фотографией, но можно будет убедиться. Казалось, построено инопланетянами. В следующий просвет между облаками Аня увидела колесо обозрения, такой высоты, что самолет вполне мог зацепить его крыльями. Далее, вот мы с ребятами прочитали первые страницы учебника. Преимущество того, что мы сразу же погружаем в доброжелательной форме, не пугая ребят, чуть-чуть рассказываем о стране изучаемого языка, ребятам интересно, учителю сразу можно проверить уровень сформированности навыков техники чтения на родном языке. А далее сразу же начинаем предлагать задание, контролируем прочитанное в формате ЕГЭ. Кстати, формат ЕГЭ у нас присутствует с первого урока упражнения в формате ЕГЭ. В основном у нас присутствует с первого урока второго класса до последнего урока одиннадцатого класса. Итак, задание. Выбери правильные ответы на эти вопросы. Для того, чтобы правильно ответить, найди части текста, в которых есть нужная информация. Первое. Полное название страны, в которую полетела Аня. Англия, Соединенное Королевство, Великобритания и Северная Ирландия. То есть задание Multiple Choice, множественный выбор. Второе. Соединенное Королевство состоит из одной части, состоит из нескольких частей. Третье. Англия – это часть Соединенного Королевства, столица Соединенного Королевства. Четвертое. Жители Соединенного Королевства говорят на английском языке и ирландском языке. Пятое. Столица Соединенного Королевства – Англия и Лондон. Вот сейчас, в этом году, тоже учителя ведут онлайн-дневники, вы можете с ними убедиться. И вот одна написала учительница, что ребята впервые встретились с таким форматом задания. То есть мы с вами, опять же, учителя английского языка, как всегда на передовой, еще должны обучать технике выполнения заданий формата ЕГЭ. Далее мы предлагаем ребятам посмотреть на карту мира и найти на ней Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Здесь вот, так сказать, уже межпредметные связи. Какими морями и океанами оно омывается, на сколько островах расположено. Третье. Аудирование. Аудирование у нас присутствует, опять же, с первого урока второго класса до последнего урока одиннадцатого класса. Каждый наш тест начинается с разных заданий на аудирование. Итак, третье. Представь себе на месте Ани. Ты в огромном международном аэропорту, а вокруг тебя люди разговаривают на разных языках. Послушай разговоры людей, попытайся догадаться, какая пара говорит по-английски. Ребята слушают диалоги на английском, французском и немецком языках. И говорят учителю, то есть все учителя пишут, что почему-то английский узнали сразу. Английский язык. Это уже хорошо. То есть мы живем с вами в 21 веке. Следующее подзадание. Послушай разговор по-английски еще раз. Попытайся догадаться, о чем идет речь. Вот вам и универсальные учебные действия, и метапредметная деятельность, и развитие эрудиции учащихся. То есть здесь им помогают слова «friends», которые одинаково, ну, так сказать, с каким-то прибросом звучат и на английском языке, и на русском языке. Такие слова, как «problem», как «coffee», «restaurant», «airport» и так далее. Вот. И ребята должны догадаться, о чем идет речь. То есть формируем навыки так называемого поискового аудирования. В основном ребята, окей, понимают слово, правильно справляются с заданием. И задаем сразу же вопрос, а что тебе помогло догадаться? Ребята говорят, то есть на уроках по нашим учебникам спать нельзя. Все время будем их любознательность, воспитываем, формируем мотивацию к изучению языка. А что тебе помогло догадаться? И последнее. Опиши, как звучит английский язык. Эти слова помогут тебе. Быстрый, плавный, медленный, напевный, резкий, красивый, звучный. В основном ребята отвечают, что красивый. И вот как пишет в своем онлайн-дневнике одна из аппробаторов, она пишет, что на следующий урок ребята меня встретили возгласами. Ура! У нас весь класс любит английский язык. Значит, одна из целей формирования мотивации к изучению языка выполнена. И это здорово. И домашнее задание. Выполни в рабочей тетради упражнение 1-2. Дело в том, что все домашние задания плюс к дополнительным заданиям у нас вынесены в рабочую тетрадь, поскольку по санитарным нормам мы должны четко соблюдать объем страниц. Поэтому наличие рабочих тетрадей, а их две, необходимо. Так же, как и наличие диска у каждого школьника. Вы сформируете навыки аудирования только при условии, если каждый ученик многократно будет слушать аудиозапись, нужную вам в данный момент. Вот, например, мы сейчас будем формировать навыки техники чтения, произносительные навыки. будет слушать многократно английских дикторов. Не вашу речь, а речь английских дикторов. Все аудиозаписи осуществлены в профессиональных студиях в Лондоне. Мы, авторы, ежегодно ездим и контролируем вот эту запись. Издательство и авторы уделяют огромное внимание к качеству записи. И поскольку мы заинтересованы в том, чтобы наши ребята не только смогли выразить свои мысли на английском языке, но и хорошо понимать, что им говорят носители языка. Итак, обучение чтения. Вот тут вопрос задают, как можно взять учебник на опробирование. Об этом мы твердим уже все лето на нашем сайте. И сейчас вы посылаете заявку. Сейчас Алексей Васильевич будет выступать на connect teachers.ru. Вот вы ходите на наш сайт, посылаете заявку на опробирование, и вам приходит подтверждение, что вы являетесь апробатором. После этого, в конце года, и вы посылаете ежемесячные отчеты об апробации, в конце года вы получаете сертификат участника апробации. Читайте внимательно наш сайт. Итак, обучение чтению. Реализация целей и задач в ГОС и примерной программы в курсе happynglish.ru предполагает в первую очередь овладение техникой чтения. В нашем учебнике, в ее основу, положен звукобуквенный метод. Сочетание этого метода и современных технологий обучения позволяет максимально использовать его достоинства. Существует еще и метод обучения целым словом. Но я еще раз повторяю. Мы имеем следующие данности. Не англоязычная среда. Преподаватель не носитель английского языка. То есть опоры нет. Поэтому наши ученики, вот опять же, следуя нашему принципу сознательного обучения, все, что читают, слышат и пишут, должны понимать и осознавать, что они делают. Этому поможет обучение, например, чтению звукобуквенным методом. И далее, сформировав необходимый уровень техники чтения и заложив основы орфографических навыков на первом этапе обучения, в дальнейшем чтение можно эффективно использовать как средство формирования языковых и речевых навыков, остальных языковых и речевых навыков и умений. То есть чтение у нас – это тот инструмент, с помощью которого ученики научатся и говорить, и писать, и аудировать. Итак, этапы формирования навыков техники чтения. Первое – это установление соответствия буква-звук и знакомство с транскрипцией. Все это обучение происходит у нас в виде волшебной сказки, происходит в мире букв и звуков английского языка. У нас все правила по обучению техники чтения идут под рубрикой «Уроки ворона». Девочка Аня попадает в волшебную страну букв и звуков. А ворон Седрик, Седрик – это опять же уже идет формирование социокультурной осведомленности, потому что из шести воронов, живущих сейчас в Тауэре, имя одного – это Седрик. Итак, ворон Седрик решился помочь россиянке Ане, ровеснице наших второклассников, научиться читать по-английски. Кстати, почему одним из мощных рычагов мотивации во втором классе – это желание общаться на иностранном языке со сверстниками? То есть многие ребята сейчас попадают в англоязычную среду, будь то в самой Англии, будь то на отдыхе и так далее, им хочется общаться на английском языке. Также и россиянка Аня попала, они остановились в гостинице у Диланов, а у Диланов есть внуки, которые хотят играть с Аней, но они не понимают, что они ей говорят, поэтому ей очень хочется с ними поиграть. Поэтому одним из средств мотивации вот на этом уровне, в этом возрасте является желание общения со сверстниками. Итак, хочется пообщаться, не могу. Что надо в первую очередь для этого делать? Научиться читать. И далее мы предлагаем ребятам вопросы, обращаясь к эмоциональной сфере учащихся. А почему Аня очень захотела выучить английский язык? Почему ты хочешь выучить английский язык? И как знание английского языка может помочь тебе в жизни? Итак, уроки Ворона. Начинаем от простого к сложному. И обучаем мы буквам не по алфавиту, а по принципу, как легче будет русскоязычным ученикам воспринять вот эту информацию по обучению техники чтения. Итак, опять же, следуя принципу автономии учащихся, что весь материал, который сообщается на уроке, теоретический материал, должен в доступной дружеской форме быть изложен в учебнике. Итак, Ворон говорит Ане, согласная буква Н обозначает звук Н. Кстати, все уроки Ворона записаны еще и на диске. Например, звучат они, эти записи, записанные моим голосом. То есть, если они могут не только прочитать объяснение теоретическое, но еще и послушать его. Итак, согласная буква Н обозначает звук Н. Вы видите эти буквы, эти пушистики, которые у нас персонифицированы, которые держатся за звук Н. И сразу же мы предвосхищаем вопрос, который может возникнуть у второклассников. Мы вкладываем всегда этот вопрос в уста Ани. А что это за знак в квадратных скобках? И Ворон ей отвечает, что английский алфавит состоит из 26 букв. Буквы нужны для обозначения звуков на письме. Однако одни и те же буквы в разных словах и словосочетаниях могут обозначать разные звуки. Поэтому для того, чтобы показать, как правильно произнести то или иное слово, приходится использовать еще и специальные знаки. Каждый такой знак соответствует одному звуку. Эти знаки пишут в квадратных скобках и называют транскрипционными. Звучание слова, записанного с помощью транскрипционных знаков, называется транскрипцией этого слова. Вот вы видите сцену, опять же, уже с урока у нас, как дети работают с буквами и звуками. Итак, вернемся к звуку Н. Аня говорит, я поняла. То есть, как воспринимает второклассник. Я поняла, звук Н в английском языке похож на звук Н в русском языке. То есть, на помощь приходит еще один наш принцип – опора на родной язык. Верно, но когда ты произносишь Н, кончик языка касается бугорков за верхними зубами, а когда ты произносишь Н, русское, кончик касается верхних зубов. Посмотри в зеркало. Когда ты будешь произносить Н, ты не увидишь кончик языка, а когда ты будешь произносить Н, увидишь. И алгоритм введения звука, знакомства со звуком. Послушай, как произносится звук Н, говорит английский диктор. Повтори звук Н за Седриком, опять же, английский диктор говорит. Произнеси звук Н, это очень важно. И в рабочей тетради напиши три заглавные буквы Н и три строчные, при этом называй их шепотом. Также по тому же алгоритму вводится, значит, буква Т и звук Т. Это у нас все идет, какой урок? Второй. Вы мне пишите, вы следите за мной, как со звуком, как вы воспринимаете, а то я всегда привыкла видеть глаза аудитории перед собой, а здесь я только вижу глазок камеры. Вы еще не отключились? Вам интересно? И вот вы видите, что на втором уроке мы, это страничка из рабочей тетради. Первое. Послушай Седрика, отметь галочку, в каких словах прозвучал звук Н. И в домашней работе, видите, прописи для вас уже готовы в рабочей тетради. Допиши заглавные буквы Н и строчные буквы Н. Допиши согласные, заглавные буквы Т и строчные буквы Т. И найди на шарах все заглавные и строчные буквы Т, а также звуки, которые они обозначают. Другим цветом раскраси все заглавные и строчные буквы Н, а также звуки, которые они обозначают. Хорошо, пишут, что видно и слышно К третьему уроку школьники познакомились с буквами N и T И на третьем уроке приступают к проекту алфавит и слушают алфавитную песню Сейчас мы с вами послушаем алфавитную песню То есть они только знакомятся, видят все эти буквы И просто слушают алфавитную песню Опять же, мотивация И давайте послушаем, это презентации тоже с нашего сайта Это презентации песен, сделанные учителями, которые активно посещают наш сайт Это Митюгина Татьяна Геннадьевна 30 секунд для того, чтобы загрузилась презентация Спасибо, вот вы пишете, что понятно, доступно, спасибо вам за внимание Рабочая тетрадь продается, продается, они в продаже Две рабочие тетради, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу Вы их покупаете, и там все для вас уже готово Кстати, у нас первым 20 апробаторам мы бесплатно посылали Но уже это кончилась акция, была акция Следите теперь, ждите следующего года 20 апробаторам мы послали бесплатно рабочие тетради на класс И целый УМК бесплатно на учителя Это второй класс, в этом году у нас была акция Посещайте наш сайт, он очень полезный Итак, слушаем песню Пишите, слышите вы или нет А, an apple Б, a bat Ц, a city cat Д, a dog И, an egg Ф, a funny flag Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Гласная становится уже, ей тесно, поэтому она выдает и узенький звук. И я думаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Комплименты художникам, которые очень здорово это изобразили. Опять же алгоритм. Послушай звук, повтори звук и произнеси звук. Вот вы видите, мальчишка уже пишет на доске первые слова. Далее упражнение номер три. В рабочей тетради напиши три заглавные буквы, три строчные. При этом называй их шепотом. Включаем все рецепторы. Дальше давай попробуем прочитать слова из букв, которые ты знаешь. А узнать те слова, что означают эти слова, тебе помогут рисунки. Произнеси звуки, которые обозначаются буквами ТИН. Они говорят ТИН. Теперь прочитайте буквы слит на ТИН. Догадался, что означает это слово? Верно, консервная банка. Читаем дальше. ПИН и слова, которые мы не можем сразу же подкрепить рисунками. Мы семантизируем их с помощью русского перевода. Главное сэкономить время. Прочитайте слова ТИП, ИН, ИТ. Дальше. Послушай Мартина. Мартин – это один из героев учебника. И проверь, правильно ли ты прочитал слова. То есть сначала они читают сами, а затем, как контроль, слушают диктора. И в рабочей тетради выполняют упражнения, которые им предлагают авторы. Закрепление изученных букв происходит в занимательной форме. Вот вы видите, опять же, сценку к урока. И это урок номер три, только урок номер три. Сразу же рубрика «Путешествие в королевство», которую очень любят ребята. Аня знала всего три буквы, но ей не терпелось как-то использовать свои знания на практике. Она рассматривала буклет с достопримечательностью Лондона и искала знакомые буквы. Здесь картинка, значит, Tower, Parliament, Nelson's Column и Big Ben. Помоги, Аня, найди слова, которые начинаются с букв, которые она уже знает. То есть мы-то предлагаем только найти буквы, которые она знает. Но вот мы уже опробируем эти учебники несколько лет и знаем, что вот эти картинки вызывают у ребят очень большой интерес. Вы знаете, что интернет, они на «ты» с интернетом, они сразу, значит, большую информацию ищут в интернете. А ведь это важно, опять же, мотивация, опять же, развитие интеллектуальных способностей. Вот вам и опять же универсальные учебные действия буквально на третьем уроке. То есть наш учебник адресован второклассникам сегодняшнего и завтрашнего дня. И вся информация у нас действительно интересна и действительно на уровне современного второклассника, который действительно знает довольно много. Далее, после того, как второклассники познакомились с чтением гласных букв в закрытом типе слога, на 34-м уроке, это уже третья четверть, мы не торопимся. Главное это научить, вот у нас главная цель во втором классе это научить хорошо читать, чтобы потом это чтение служило опорой для выработки всех остальных смежных языковых и речевых навыков. Значит, на 34-м уроке они приступают к чтению гласных букв в открытом типе слога. Вот задают вопрос, когда будет линия УМК для начальной школы? Линия УМК готова, в продаже. Значит, второй, третий, четвертый класс в полном комплекте, в продаже. Вы можете войти в интернет-магазин, опять же, находясь на этом сайте, увидеть, что они все в продаже и узнать цену, заказать и купить. Значит, на 34-м уроке приступают к чтению гласных букв в открытом типе слога. Параллельно изучают правила чтения наиболее частотных буквосочетаний. На протяжении 43-х уроков учащиеся изучают буквы. На 4-м уроке начинают читать отдельные слова. На 10-м уроке переходят к чтению словосочетаний. На 19-м уроке начинают читать отдельные предложения. Спрашивают, нас интересует, есть ли это в продаже. Есть давно, а также вышли ли обучающие компьютерные программы, интерактивные плакаты, второй, четвертый класс. Мне сказали, что на этой неделе выходит. Вот Алексей Васильевич будет выступать, может быть, уже вышло. Далее, вот тут вы обмениваетесь, вот с уликоз. Спасибо, говорят, что, в общем, отзывы хорошие. Вот сценки с уроков, посмотрите, как ребята работают на уроке с нашим учебником, с каким интересом. Сами, вот смотрю, изготавливают карточки, цветочки там составляют и так далее. Это, вот моя лекция будет сегодня повторена еще в 5 часов. Сначала второй четверти переходит к чтению мини-текстов и мини-диалогов. И, вот, например, значит, прочитай маленький рассказ, найди картинку, по которой этот рассказ составлен. Это начало второй четверти. It is Bill, it is his pet, it is a big pet. То есть сначала они все показывают на картинку. То есть так учитель контролирует, как ученики поняли содержание. А далее он еще может и послушать ребят. Посмотрите, как ребята, вот опять же формат ЕГЭ, это, значит, метапредметные результаты, когда ребята, вот посмотрите, из отдельных предложений составляют рассказ. Это третья четверть. Очень интересно и доступно. Вот эта сценка с урока. Вот в самом начале обучения иностранному языку, конечно, невозможно осуществлять аспектное обучение. То есть отдельно рассказывать, что мы вот здесь обучаем чтению, отдельно аудирование. На каждом уроке у нас, естественно, присутствует обучение и произносительным навыкам, и аудирование присутствует, и письмо. И каждое прилагаемое из заданий в учебнике заданий является полифункциональным. И в комплексе формируют лексические, фонетические, грамматические навыки и навыки устной речи. Еще, вот тут и пишут интересный очень вопрос, сейчас отвечу вам. И, значит, по грамматике. Значит, грамматика у нас, мы работаем с глаголом to be. Работаем с глаголом to be, но работаем с ним по принципу, когда ребята могут прочитать. Это если они могут прочитать из, мы вводим сначала из, а потом вводим м. То есть мы не торопимся, все подчинено обучению технике чтения. В четвертом классе они выходят на тот уровень, который прописан в примерной программе ПАВГОС. То есть я вас уверяю, любая запятая стандарта и примерной программы выполнены нами на 100%. Поэтому ребята готовы к любым тестовым заданиям в конце четвертого класса. Во втором классе главная задача научить читать. Ну и вот письмо девочке, что здравствуйте, Клара Исакна и Мариана Юрьевна, пишет вам ученица второго класса. Моя учительница по английскому языку зовут Елисеева Ольга Николаевна, это Мордовия. Мне очень интересно, мне очень нравятся ваши учебники, по ним очень легко запоминаются правила. Я уже могу сочинить маленький рассказ и написала мне рассказ, прислала. Вот и такое бывает. Значит, вот пишут, что взяли учебники доступность, очень нравятся посильность и так далее, что ребята сами могут с мамой, а вы знаете, во втором классе родители еще являются нашими активными помощниками. Пишут, что интерактивные плакаты, где их можно купить, выходят плакаты. Вам Алексей Васильевич буквально минут через 20 об этом расскажет. Но я считаю, что информации в нашем учебнике исчерпывающие, и я думаю, что можно пережить и без плакатов. Конечно, это хорошо, когда и плакаты, и как только они выйдут, ради бога, покупайте и плакаты. Но достаточно информации и для мотивации, и для многократного закрепления. То есть ротация лексики у нас огромна в наших учебниках. Далее несколько слов об обучении лексики. Отбор лексики в учебнике второго класса продиктован необходимостью ознакомления учащихся с чтением наиболее частотных буквосочетаний, которые входят в ее состав. Как происходит семантизация лексики? Она осуществляется с помощью наглядности, с помощью перевода. То есть главное – экономия времени. Не важно, как вы введете, важно, как потом ребята запустят в речь, как они напишут это слово, как они его услышат. Вводим по экономному принципу. Как происходит закрепление лексики? Закрепление лексики осуществляется с помощью системы упражнений, текстов, проблемных заданий, ребусов и кроссвордов, игр, в учебнике 20 игр, аудитивных упражнений. Вот сейчас на одном примере мы посмотрим, как закрепляется лексика. Это урок из четвертой четверти, вы видите. Вот вы видите, у нас заставка такая «все буквы горят», значит, знают уже ребята все буквы. Урок 58-й, а всего у нас 68 уроков. Нам надо было ввести дифтонг «ау», и мы его вводим. Мы говорим, что буква сочетания «оу» в середине слова может обозначать сочетание звуков «ау», например, «хаус». И Аня сразу же говорит, что сочетание звуков «ау» похоже на сочетание звуков «ау» в русском языке. Послушай, как произносятся эти сочетания, послушай, как Мартин произносит эти слова. «House about», «blouse around», «scout loud». Далее, опять же, «o-w» обозначают дифтонг «ау». Опять же, читаем упражнение 2. «Town», «brown», «clown», «gown», «browse». Попробуй прочитать эти слова. Послушай, как Бетти, а Бетти – это одна из героев, то есть у нас всё персонифицировано. Это личные друзья наших второклассников, герои учебника. Послушай, как Бетти произносит эти слова, и повтори за ней. Они помогут тебе понять новую лексику. Вот нам надо было ввести лексику. «House, a roof, a cow, up, down». И вводим фразу. Вот целиком иногда, когда вот песни мы хотим, а, ребята, вы знаете, что всё, что положено на динамичную основу, очень легко запоминается. «My old granny had a house». И переводим «У моей старой бабушки был домик». Послушай песню и отметь, какие животные жили у бабушки. Итак, ещё раз. На сайте EnglishTeaches.ru, в разделе, в линии федеральных учебников Happy English.ru, выложены презентации песен. Вот презентация этой песни выложена. У нас был конкурс презентации. Победители получили призы и денежные призы. В этом году проводится конкурс презентации по песне третьего класса. Вы это тоже можете найти. Если вам понравится эта песня, вы можете ею сразу же воспользоваться. Давайте её послушаем. Ждём 30 минут. Вот здесь задают вопрос. Я хотела бы спросить по поводу обучения говорению. Обучаем мы говорению. И hello, и goodbye, и так далее. Очень много. Просто ведущим у нас, значит, ведущим является обучение техники чтения. Всё это присутствует. В третьем классе у нас начинается систематическое обучение грамматики. И говорению мы обучаем с первых уроков. Вы в этом убедитесь. Но в часовой лекции я не могу всё охватить. Итак, слушаем вот песню My Old Granny Had A House. Пишите, слышите или нет. 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 Слышали вы песню? Хорошо было слышно, все нормально? Итак, спрашиваю, сейчас я закончу и буду опять повторять, где нас можно найти в огромном количестве. Далее они продолжают работать с песней, это только начало, и те, кто берут только сливки, берут только песню и работают к другому учебнику, вы получите 15% того, что заложили авторы, помещая эту песню. Вот по первой четверти вы можете, естественно, учителю, ребятам и, конечно же, родителям хочется узнать, а что же ребята узнали. Итак, а поскольку в первом полугодии мы не проводим контроль, не ставим оценок, а все-таки хочется узнать, сколько же они знают, мы предлагаем им игру по итогам первой четверти, то есть парная работа. То есть здесь опять же выработка универсальных учебных действий, это умение работать в парах, умение правильно реагировать, умение работать в коллективе и так далее. Значит, работают два человека, у каждого есть в разрезном материале эта игра, в учебнике эта игра, это вот страница учебника, они вырезают карточки из разрезного материала, закрывают то, что вы сейчас видите перед собой, бросают кубик и снимают карточку, значит, на которую выпал кубик. На обратной стороне, для того, чтобы парная работа была неформальной, а действительно парной работой, написан правильный ответ. Итак, какая буква обозначает звуки, Саша спрашивает Петю, Саша спрашивает, какая буква обозначает звуки С и З? Петя, так сказать, отвечает буква С и буква З. Что это, например, номер 12, я иду вертикально по столбику. Значит, ученик затрудняется, Петя, тогда Саша ему подсказывает, на обратной стороне написано, it's a pin. Вот я вам просто продиктую, какую социокультурную информацию, как они могут, что они после 18 уроков. Придумай слово с этой буквой, прочитай эти слова правильно, придумай два слова с буквой, произнеси слово по буквам, назови две вещи, которые нужны в походе. Какие цвета входят в британский флаг, какая социокультурная информация, как называется это по-английски, кто это, какая буква обозначает звуки, назови столицу Соединенного Королевства, назови океан, который омывают британские острова с севера, придумай слово с буквой, какое здесь слово лишнее. Назови любые два предмета, которые ты всегда берешь с собой в школу, номер 17, флаг какой части Соединенного Королевства изображен на рисунке, скажи полное название Соединенного Королевства, как называется это по-английски, что это и так далее. Вот поиграли в игру, а учитель ходит и проверяет пары, или берет старшеклассника, чтобы проверить правильность, или какого-то сильного подготовленного ученика. То есть мы постоянно занимаемся какой-то интересной деятельностью. Далее, ученики начинают создавать свое портфолио, им важно узнать все-таки, что же они узнали в течение первой четверти. Эта задача решается с помощью раздела «Проверь себя», который присутствует во всех учебниках 2-го, 3-го, 4-го класса, и ребята создают свое портфолио. Итак, посмотрите портфолио первой четверти, «Проверь себя», значит, я рекомендую учителям найти время, либо мы даем два резервных урока в конце первой четверти, на каникулах, каждого ребенка послушать, чтобы у ребенка было ощущение успеха, и у учитель, и, значит, создаете это портфолио, может быть, я не знаю, папочки какие-то и так далее, и успехи. И первое, первое задание «Проверь себя», ты можешь написать эти буквы, и родители могут проконтролировать, что же дети чем занимались, ты можешь произнести эти звуки, ты можешь прочитать эти незнакомые слова, то есть сформированность навыки техники чтения, мы проверяем по тому, как ребята прочитают незнакомые слова, ребятам не надо знать перевод этих слов, некоторые уже лезут в словарь и хотят узнать значение и этих слов. Ты можешь прочитать эти слова и знаешь, что они означают, а вот эти слова он должен знать, что означают. Они сформированы по принципу существительное, прилагательное, это не надо ребятам, а может быть, есть и продвинутые, которые могут сказать, что это существительное, это прилагательное, это предлог. Дальше закончим предложение, опять же формат ЕГЭ, полное название страны, в которую полетела Аня, Соединенное Королевство состоит из, Лондон это Соединенное Королевство, жители Соединенного Королевства говорят на таком-то языке, это Биг Бен, это флаг, и они знают из каких частей он состоит, и интересующиеся будут интересоваться дальше, а это то, что нам и надо. В английском, в английских домах в раковинах, сколько кранов, и они тоже об этом узнают в интересной и дружественной форме сосиски в тексте, называют. И 17-18 урок резервные. Значит, вот тут уже нашла конкурсы с презентациями к учебникам Клары Саклиной, Сулико, там было, спасибо огромное, Сулико. Да, вот тут мне, Алексей Васильевич, значит, вопрос. Еще раз хочу сказать, что все наши учебники, что первое, принадлежность к системам отменена, что все наши учебники рекомендованы, находятся в федеральном перечне. В продаже находятся учебники второго класса, полный комплект. Учебники третьего класса, книга для учителя скоро выйдет, рабочие тетради уже есть, диск есть. Учебник четвертого класса есть, рабочая тетрадь номер один в продаже, диск в продаже, значит, книга для учителя скоро появится. Как найти нас? Выходите на нашем сайте EnglishTeach.ru на главную страницу, дальше выходите на форум, дальше в форуме находите EnglishTeach.ru, федеральная линия учебников, и там видите много тем и ресурсы к материалам. Там выложена книга для учителя для второго класса, там выложена рабочая программа для второго класса, там выложены песни, там выложены конкурсные презентации, там масса ответов на интересные вопросы, там выложены онлайн-дневники учителей второго класса. Сейчас пишут уже дневники третьего класса. То есть приглашаем к сотрудничеству, задавайте любые вопросы. Повторение этого семинара будет в 5 часов. Пишите заявку, сейчас Алексей Васильевич еще раз повторит, на ConnectTeaches.ru и вам присылают подтверждение, что вы апробатор. Презентации к песне я сказала, где скачать. Вся линия МК в продаже. Про плакаты сейчас скажет электронные. Есть ли у вас электронные учебники? Об этом скажет Алексей Васильевич. И я еще раз повторяю, что наши учебники, в наших учебниках основные принципы это сознательность. Сегодня они скажут, может быть, my name is Vase, не сознательно. Завтра они скажут my name Vase, а послезавтра они уже ничего не скажут. Если не было опоры. Еще раз повторяю, поскольку мы имеем такую данность, мы Россия, мы не страна, в которой они все время могут слышать английский язык, то, по нашему мнению, этот принцип, которым идем мы, и который уже хорошо зарекомендовал себя, самый эффективный. Спасибо большое за внимание. Пишите вопросы. Сейчас я представляю слово Алексею Васильевичу. Уважаемые коллеги, буквально 10 минут на то, чтобы ответить на вопросы. И расскажу несколько слов, скажу о том, где найти бесплатный ресурс к учебникам. Действительно, к учебникам есть большое количество ресурсов, которые находятся в открытом доступе. Если вы выйдете на сайт englishteachers.ru, то в рубрике в разделе учебники happyenglish.ru, федеральной линии учебников на форуме, вы найдете материалы из книг для учителя ко всем учебникам этой линии. Там поурочное планирование, вернее, тематическое планирование и поурочная рекомендация. То есть, если вам надо написать свою рабочую программу, если вам надо просто план уроков составить, если вам необходимо быстро взять где-то материал и сравнить его с авторскими материалами из книг для учителя, вы вполне можете этим воспользоваться. Сегодня задавался вопрос, где скачать песни и презентации к ним. Эти песни не просто так выложены, это, естественно, не все песни из учебников, их гораздо больше, они очень интересны, и у нас будет отдельный вебинар о том, как методически использовать песни в обучении английскому языку. Опять же, на примерах учебник happyenglish.ru вы сможете послушать и посмотреть многие вещи. Тем не менее, те песни, которые выложены на портале, были выложены с разрешения авторов, и на портале проходили конкурсы, в рамках которых учителя разрабатывали свои презентации. Один из конкурсов к песне из третьего класса все еще идет, поэтому вы можете скачать песню к учебнику третьего класса и найти. Большое спасибо Сулико, которая уже дала ссылки, но тем не менее, вы можете выйти на сайт englishteachers.ru и на форуме найти раздел «Конкурсы для учителей и учеников». Кстати, обратите внимание на то, что сейчас идет конкурс «Золотые уроки России. Английский язык 2012». В рамках этого конкурса вы можете принять участие, разработать фрагменты уроков, полное положение конкурса находится на сайте, разработать фрагменты уроков и до конца октября их разместить, ваши конкурсные работы, и призы довольно приятные, призы денежные. То есть можно участвовать. Интересные работы были в прошлый год, вы можете найти их в конкурсах за прошлый год в материалах, посмотреть, что уже делали учителя из разных регионов. Вы можете разрабатывать вашу работу к учебникам любому из учебников линии happyenglish.ru, к любому из учебников линии enjoyenglish, к любому из учебников линии million learning english. То есть посмотрите, простор для творчества очень большой. Теперь давайте с вами очень быстро перейдем к обучающим компьютерным программам. К учебникам happyenglish.ru уже вышел ряд обучающих компьютерных программ. Я вам сейчас... Ну, у нас нет с вами сейчас времени на то, чтобы смотреть упражнения отдельные из них. Я вам скажу, где вы можете найти эти упражнения. Я думаю, что мы с вами в октябре еще проведем отдельный вебинар об использовании обучающих компьютерных программ и информационно-коммуникационных технологий в обучении английскому языку. Там мы с вами посмотрим на примеры и из программ к учебникам happyenglish.ru, и из программ к другим учебникам, и поговорим о бесплатных ресурсах, которые не связаны с учебниками, тем не менее можно использовать очень интересно. Так вот, если говорить о программах, сзади меня, я сейчас беру со стенда, вышли уже обучающие программы к учебникам для пятого класса, для шестого класса и для седьмого. Эти программы содержат большое количество тренировочных упражнений, и хотелось бы отдельно отметить, что эти тренировочные упражнения не повторяют тексты учебников. Они основаны на той же самой лексике, на той же самой грамматике. Они созданы в русле авторской концепции, они прописаны к каждому уроку так же бережно и аккуратно, как сами авторы писали свои учебники. Но они представляют дополнительную тренировку. То есть, посмотрите, как интересно получается. Вы можете использовать богатый тренировочный материал, который есть в самом УМК, в учебнике и в рабочих тетрадях, и с разрезными материалами, и с играми, и с необычными контрольными работами и так далее. То есть, создать целый портфолио. Но точно так же вы можете в дополнение использовать и обучающие компьютерные программы, которые позволят отработать и закрепить лексику, которые позволят разобраться ученикам с грамматикой более подробно, которые позволят, содержат опоры и для обучения письменной речи, и для обучения говорению. И более того, дети мгновенно получают ответы, правильно задание выполнено или неправильно. Плюс в учащих программах есть так называемый электронный журнал. Это не тот журнал, в который вы заносите все ваши записи, но это журнал, который позволяет вам посмотреть, какие упражнения ученик уже выполнил, на сколько процентов он выполнил упражнения, что сделано правильно, что неправильно. То есть эти задания еще можно использовать для того, чтобы иметь обратную связь. И родители могут проверить, что ученик делал, и вы сами можете всегда посмотреть. Это можно распечатать, это можно использовать, вкладывать в портфолио. Эти достижения учеников точно так же вы можете использовать и при вашей аттестации, как еще одно из подтверждений того, как вы используете ИКТ. Если вы, например, не готовы показать фрагмент урока с использованием таких вещей, вы просто можете распечатать эти вещи. Эти программы работают и с отдельно стоящим компьютером, и с интерактивной доской работают. Их точно так же можно использовать дома, потому что, конечно же, учебники насыщены материалом в большом количестве, и вписать программу, обучающую на урок, еще не так уж легко. Но в самих программах есть еще и поурочные рекомендации. Что еще у нас есть? Интерактивные плакаты. Интерактивные плакаты будут в продаже в октябре. Это один диск, на котором содержатся интерактивные плакаты для второго, для третьего и для четвертого классов. То есть этот диск вы покупаете один раз, и вы можете к нему возвращаться много-много раз. И во втором классе, и в третьем, и в четвертом. Используя ровно ту лексику, которая вам нужна. Мы подробно поговорим про эти вещи. Что интересно в этом диске, в нем есть еще и определенные инструменты для интерактивной доски, которые позволяют гораздо шире использовать эти возможности. Нам задают вопрос, установить программу можно только на один компьютер? Да, коллеги, эти программы защищены, поэтому одномоментно программа будет работать только на одном компьютере. Поэтому, если у вас есть такая ситуация, например, иногда задают вопрос, как тогда готовиться к уроку, если программа стоит на школьном компьютере, а дома я не могу открыть и посмотреть. К уроку можно готовиться следующим образом, для того, чтобы не приобретать две программы. На самом диске есть файл с методическими рекомендациями. Этот файл текстовый, его можно распечатать, его можно просто сохранить на компьютере. Там очень подробно все написано, на какие кнопки нажимать, что произойдет на экране, какие есть варианты использования этих программ. Поэтому для составления ваших планов уроков, для подготовки к уроку, достаточно посмотреть на эти рекомендации, и можно по ним работать. А затем просто на уроке работать с самой программой. Иногда, знаете, что бывает? Мне говорят учителя о том, что, ну, надо признать, что не все мы одинаково уверены чувством себя, когда нам приходится сталкиваться с современными технологиями. Кому-то удобно работать с интерактивной доской, кто-то только привыкает к этому, кто-то интерактивную доску видит только по большим праздникам, когда заучи соглашаются поставить урок в этом классе. И поэтому учителя иногда беспокоятся о том, что техника может дать сбой. Действительно, такие вещи, к сожалению, иногда случаются, вы сами знаете, могут электричество внезапно отключить или что-то еще. Но при условии, что электричество все-таки не отключило, я сам сталкивался с такими ситуациями. Веду занятия, например, когда я в университете преподавал, и вдруг у меня какой-то компьютерный сбой происходит. Вы знаете, студенты прекрасно умели все это настроить гораздо лучше меня. Сейчас ученики тоже это прекрасно умеют. И мне знакомые учителя в разных регионах говорят, если происходит сбой, я обращаюсь к ученикам, они позволяют, они сами справляются и налаживают программу гораздо быстрее иногда, чем можно дождаться какого-то техника. И действительно, сейчас такая ситуация, когда новое поколение учащихся лучше ориентируется в таких вещах, чем иногда учитель информатики. Я имею в виду, в прикладном аспекте знают, что нажать и что использовать. Итак, коллеги, очень коротко в завершение. Программы вышли к 5, 6 и 7 классам, обучающие компьютерные программы. В октябре мы ждем выхода электронных приложений к учебникам 10 и 11 класса. Электронные приложения отличаются от обучающих компьютерных программ вот в чем. Если в программах вы найдете огромное количество упражнений, то электронные приложения, они меньше по объему, они содержат в себе прежде всего, они могут использовать как аудиоприложение, то есть там есть аудиозапись к учебнику в формате MP3. Их можно использовать вместо обычного аудиодиска. Кроме того, там есть все скрипты аудиозаписи, то есть можно тексты посмотреть. Более того, вы наверняка помните, что учебники HappyEnglish.ru имеют отличительную особенность. На аудио записаны не только тексты для аудирования, но и тексты для чтения, и все тексты учебника. То есть если ребенок пропустил, проболел, забыл, не помнит, как читается, ему достаточно включить аудиозапись, и он справится, аудиодиск ему поможет. Так вот, электронные приложения для 10-11 классов содержат аудиозапись, они содержат скрипты, они содержат англо-русский словарь с лексикой учебников, содержат контрольные работы в электронном виде, которые можно сделать с помощью этой программы, этого диска, и, наконец, они содержат материалы для проектных работ. Потому что не секрет, что иногда дети либо не могут найти какую-то информацию, либо они, к сожалению, ленятся. И говорят, я не нашел картинку, я не нашел что-то еще. Так вот, если вы делаете проектную работу в 10-11 классе по учебникам happyenglish.ru, то в электронном приложении есть достаточное количество графического материала, который специально подбирался под эти проектные работы. Более того, там графического материала так много, что вы можете их и в других классах тоже использовать, например, с учебниками happyenglish.ru, но с детьми помладше. Так что эти вещи вам тоже пригодятся. Диск интерактивный плакат выйдет в октябре, электронные приложения готовятся к выходу для 10-го класса в октябре, для 11-го, возможно, конец октября или начало ноября, но всю информацию подробно сообщим на englishteachers.ru. К вопросу о том, что вышло, а что не вышло, вы всегда можете зайти на главную страницу сайта englishteachers.ru, вы увидите ссылку «Магазин», потому что по многочисленным просьбам учителей на сайте теперь размещен и магазин учебной литературы на английском языке. И в магазине вы всегда можете посмотреть и заказать, потому что, конечно же, не всегда бывает что-то в магазинах, стационарных, которые торгуют. Я сам не так давно был в Тамбове, например, поскольку у нас группа учителей из Тамбова, обошел несколько магазинов, мне надо было один учебник купить. Я, к сожалению, там так и не нашел, вернее, учебник был, я не нашел книгу для учителя. Поэтому, может быть, вам проще в каких-то случаях окажется заказывать через сайт такие вещи. Ну что ж, коллеги, если у вас нет сейчас вопросов, то мы тогда вебинар завершаем. Сейчас мы вам дадим ссылку, по которой вы сможете скачать сертификат, который подтверждает, что вы двухчасовой вебинар прослушали, приняли в нем участие. И если кто-то из ваших коллег захотел бы принять участие в вебинаре, то сегодня на ту же самую тему Клара Исакуна проведет еще один вебинар. Презентация будет та же самая, поэтому если вы смотрели, вам не обязательно к нему подключаться, но в пять вечера вы сможете снова вживую пообщаться с Кларой Исакуной и задать какие-то другие вопросы. Либо, если у вас нет возможности задать вопросы на вебинаре, пишите на сайте englishteachers.ru, принимайте участие в конкурсах, авторы отвечают на вопросы каждый день, комментируют, посмотрите онлайн-дневники учителей, которые начали работать и с учебниками третьего класса. Поверьте, очень увлекательное чтение именно с точки анализа того, как учитель готовится к уроку, что на уроке происходит, все ли работает так, как учитель планировал, в чем ОМК помогает, где сильные стороны, где учителя пытаются что-то свое ввести, и какому эффекту это приводит. И самое главное, есть очень большое количество сопроводительных методических материалов и разработок учителей. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое вам спасибо за участие в вебинаре, и приглашайте ваших коллег участвовать в вебинарах следующих. Следующие вебинары у нас по расписанию будут. Вы знаете, в какие числа информация на сайте englishteachers.ru есть. Приходите, будем очень вам рады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...